Приморский край Я в России поставил нам такую задачу, лично мне, обучить личный состав ГАИ Приморского края техники регулирования. Скажем так, не обучить. Каждый сотрудник, конечно, знает, как необходимо регулировать. Моя задача – отточить их мастерство. Можно просто руку поднять и опустить, а можно и поднять и опустить, но в тот момент жезл будет крутиться и будет смотреться достаточно красиво, эффектно. Если все эти элементы отработать до автоматизма, то вы об этом думать никогда не будете. Вы будете просто выполнять жесты регулировщика, а жезл при этом у вас будет автоматически крутиться сам. В спорткомплекс ГИБДД по Приморскому краю съехались автоинспекторы из глубинки, чтобы научиться мастерству владения полосатым жезлом, а потом и самим продемонстрировать приобретенные навыки коллегам из разных частей Приморья. Сложности какие возникают? Не все сотрудники видели те элементы, которыми я пытаюсь их обучить на данный момент. Конечно, они в своей практической деятельности их никогда не используют, для них это все новое. Задача такая, чтобы они овладели в полном объеме вот этим мастерством. Элементы давались многие, тяжело в каком плане. Получалось, смотря в зеркало, получалось очень некрасиво. Хочешь стараться, а получалось совсем не как хотелось бы. На самом деле, не каждый жезл можно для такого, будем говорить, хореографического регулирования приспособить. Все-таки есть определенные сложности, вот их надо взять тонкости и учесть. Для тех элементов, которые мы используем при регулировке, так называемой подкрупкой, конечно, жезл должен быть немножечко, чуть покороче, чтобы его удобно было с ним обращаться. От утюженная форма, белые перчатки, начищенные ботинки. Майор полиции из Рязанской области рассказывает приморским коллегам, что любое дежурство начинается в первую очередь с опрятного внешнего вида. Когда водитель едет и видит на перекрестке инспектора, регулировщика, первое, на что он обращает внимание, это внешний вид. Конечно, инспектор должен быть подтянутый, в белой рубашечке, весь наглаженный. Тогда, соответственно, каждому водителю приятно смотреть на такого инспектора и выполнять все его жесты. 8 дней занятий, 16 групп, всего 320 человек, которых необходимо обучить всем тонкостям работы регулировщика. На обучение одной группы тратится около 3 часов. К сожалению, времени недостаточно для того, чтобы овладеть этим искусством в полной мере. Поэтому сотрудники ДПС Приморья будут оттачивать свое мастерство сами. По словам Михаила Быкова, инспектор – это как умный светофор, который должен чувствовать весь перекресток, весь процесс движения. Надеемся, что с улучшением качества работы таких умных светофоров проблем на дорогах города станет меньше.